Всем привет! С вами Лара Шум и сегодня 79 цикл передач «Слушаем». Я бы хотела его посвятить всем мечтателям, всем фантазёрам, всем тем, кто, может быть, отчаялся, что его желание, его хотение, его фантазия исполнится. Как раз об этом сегодня пойдёт речь и у меня просьба. Можно просто сейчас сесть, расслабиться и немного-немного послушать то, что я вам хочу подарить. Чашечка кофе стояла на столике, продуваемом уже прохладным осенним ветерком. Но она не просто стояла, она разговаривала с ложечкой. «Ты всё ждёшь?» – спрашивала ложечка. «Да, я жду». Каждая знала, что скажет другая. Их разговор продолжался уже много дней. Чашечка вздыхала. «Как это было чудесно!» «Не знаю, я ничего такого необычного не заметила». «Как же можно было не заметить!» «Как обычно, всё было как обычно». «Нет, это было чудом!» «Опять за своё!» «Тебе бы подумать о новой посудомойке!» «А на того и гляди, уронит тебя, и ты разобьёшься в дребезги!» «Зачем?» «Ну, зачем мне думать о том, что рано или поздно произойдёт?» «Я хочу думать о нём!» «Да сколько их было в твоей жизни кофейной чашки!» «В том-то всё и дело!» «Их было столько!» И чашечка замолчала, задумавшись. «Но я помню только некоторых!» «Не могу забыть девушку!» «Это которую?» «Ну, ту очень печальную!» «Помнишь?» «Она никогда не выпивала свой кофе!» «Ты как всегда!» «Девушка как девушка!» «Таких много!» «Нет!» «Она была особенной!» «Она обнимала меня, и я знала, что она греет свои руки!» «И благодарна мне!» «Иногда прямо в меня падали её слезинки!» «Ты чашечка-фантазёрка!» «А ты, ложечка, просто металлическая!» И они замолчали. Вот так они и ссорились, пока не выбегала официантка и не уносила их в кафе. Осенний ветерок уже играл падающими листиками, и скоро столики с улицы унесут в тёмный подвал до следующей весны. Осталось всего несколько дней до осенних холодных дождей, а чашечка всё ждала. Ждала его. Они вели с ложечкой свои бесконечные диалоги, но всё когда-то заканчивается. Чашечка загрустила так, что, казалось, по ней разбегутся трещинки печали. Но она ощутила прикосновение и вздрогнула. И теперь, казалось, трещинки разбегутся от чувства, которое её полностью захватило. «Ах! Это он! Это он!» Чашечку стало завораживать происходящее с ней. Тёплые пальцы охватили её и стали тихонько кружить, кружить и согревать. Чашечка готова была просто разбиться от счастья на мелкие кусочки. Выбежала официантка, и чашечка задрожала от страха, и опять по ней должны были разбежаться трещинки. Но тёплые пальцы подхватили её. Она повисла в воздухе, замерев в ожидании чего-то необыкновенного. И вдруг она услышала. «Я покупаю у вас эту чашечку. Она мне стала очень дорога. Она хранит воспоминания о самом моём счастливом лете, когда я смог поговорить здесь с той, что мечтала об этом. У чашечки захватила дух, а ложечка осталась лежать на столике. Эй, никогда не пойму я этих людей!» Вот такая небольшая миниатюра специально для вас, фантазёры. Мечтайте, дамы и господа, мечтайте! И пусть ваши мечты сбываются! А ложечки пусть остаются там, где они лежат! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом своим друзьям! Может, нас, мечтателей и фантазёров в этом мире станет намного-намного больше! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!